Утренняя разминка по всем законам лёгкой атлетики. Размялись и поделились опытом. На авиабазе Хмеймим в Сирийской Латакии военнослужащие российской авиагруппы встретились с олимпийскими чемпионами. Поддержать лётчиков и тех, кто на земле обеспечивает военную операцию, приехали те, кто поднимался на пьедестал почёта в Рио. Подробнее мой коллега Олег Сидякин. Руки вперёд, активно разминаем плечи, замечательно. И в другую сторону. В шесть утра на плацу практически все солдатные офицеры. Вместо стандартного построения и зарядки атлетическая разминка. Задает всем олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов по прыжкам в шестом, непобедимая Елена Исенбаева. Признаётся, впервые её команды беспрекословно выполняют столько мужчин. Вот здесь совершенно не страшно. Здесь просто наоборот таким патриотизмом всё пронизано, такой гордостью, смелостью, такими подвигами, что ты вроде как бы тоже хочешь здесь что-то сделать приятное. Ну очень такая, даже сложно словами передать, это вот что-то необычное. После разминки, завтрак в армейской столовой и экскурсия по авиабазе, олимпийские призёры Рио-2016 впервые оказались в расположении российской группы ВКС в Сирии. Спартанские условия, в которых живут военнослужащие, никого не оставляют равнодушным. Но, как признаётся один из лучших рэперистов в мире, Артур Ахмат-Кузин, когда взлетают наши боевые самолёты, мурашки бегут по всему телу. Здесь совершенно особая атмосфера. Тут, понимаете, люди готовы ради нашей Родины жертвовать своей жизнью. То есть тут такая атмосфера, её просто не передать словами. Шесть олимпийских призёров бразильских игр. Софья Великая и Алексей Черемизинов, Артур Ахмат-Кузин и Сергей Каменский. Тимур Сафин и Саслан Рамонов отвечают на каждый вопрос военных. И про то, как семья болеет за выступления, и как выдерживают антироссийскую политику Всемирной антидопинговой ассоциации. После фото на память и небольшой сюрприз. Десятки вылетов и сотни уничтоженных целей ежедневно у российских лётчиков, которые в Сирии прикрывают продвижение правительственных войск воюющими с террористами. ИГИЛ находится время и для вот таких музыкальных пауз. Правда, без отрыва от выполнения боевых задач. Небольшой концерт и выставка картин, которые присылают со всей России. Это центр отдыха личного состава авиабазы «Хмеймим» построен совсем недавно. Но эта сцена уже для многих артистов стала чуть ли не главной в жизни. По-человечески чисто приезжаем. Поддержать, отдать тоже, так сказать, дань уважения нашим ребятам за то, что они делают такое великое дело. Защищают, чтобы люди, весь остальной мир знали, кто такие русские солдаты. Почётная делегация олимпийцев на память о своём визите, оставляя здесь целую аллею. Елена Исенбаева, присыпая корни туи землёй, оставляет военным и свой наказ. Заботится о дереве каждый день. И обещает, очень скоро вернётся и проверит. Главное, чтобы моя армия не засохла. Выливать не забывайте. Алексей Дякин, Александр Кирпичонок. Live. Авиабаза «Хмеймим». Сирия. Спасибо.